Журнал работ и контроль ГСМ Для начала работы в модуле «Журнал работ и контроль ГСМ» переходим со стартовой страницы в журнал путевых листов. В модуле отображаются все путевые листы, внесенные в систему. Фильтрацию путевых листов можно настроить по периодам, по отделам, по водителю или номеру путевого листа. Путевой лист содержит всю информацию о технике. Он логически поделен на две части – точки маршрута, если техника используется как перевозчик, и сельхоз работы. В первой части можно посмотреть информацию по номеру машины, номеру путевого листа, который автоматически присваивается системой, начало и конец смены. При наведении на иконку всплывает подсказка. В модуле предусмотрен алгоритм расчета времени начала и конца смены по косвенным признакам. Но оптимальный вариант, отслеживающий начало и конец смены до секунд – это использование смарт-карты или ключа. При использовании смарт-карт система автоматически идентифицирует водителя и определяет время начала и конца смены. В системе также можно настроить время разрыва при снятии смарт-ключа. Эту функцию удобно использовать для заправки транспортного средства. В модуле мы также видим показания одометра, пробег транспортного средства, начальное и конечное показания уровня топлива, расход в литрах и заправка. Можно вносить комментарии по любым расхождениям системы с фактическими показателями. Модуль синхронизируется с учетной системой. Заправка. В модуле предусмотрен учет выдачи топлива. Если заправочная станция оборудована устройством съема сигнала или АТЗ, то заправка добавляется в систему автоматически. Если заправка определяется по датчику уровня топлива, то ее нужно зарегистрировать. Для этого необходимо зайти в заправки, выбрать пункт «Другое» и сверить показания по датчику уровня топлива с данными в бумажном путевом листе. Таким образом, данные попадут в систему учета. Переходим к полевым работам. Система показывает пробег в рамках путевого листа, но все проходы по полям отображаются флажками. При этом, чем точнее отрисованы геозоны, тем будет меньше проходов. Диспетчеру остается только выбрать полевую работу, которая выглядит как закрашенная часть геозоны, и добавить ее, нажав на флажок. В полевой работе содержится информация о работе техники на поле, времени проведения операции, идентификации механизатора, прицепном оборудовании и засеянной на поле культуре. Дополнительно отображается расход топлива по нормативам и фактический расход за технологическую операцию. Если в нормативы внесены цены за технологическую операцию, то это дает возможность рассчитать заработную плату механизатору за ее выполнение. В случае, если прицепное оборудование идентифицируется с помощью RFID-метки, то такие показатели, как, например, ширина, заполняются автоматически. Качество выполнения полевых работ можно оценить по двум показателям. Первый показатель – визуальные данные. Например, по цвету агроном может определить необработанные участки и принять решение о дальнейших работах. Второй показатель – скорость технологической операции, которая указывается не только цифрами, но и цветами. Зеленый цвет означает, что скорость была в пределах нормы, желтый – пониженная скорость, красный – повышенная скорость. Для таких операций, как сев и внесение удобрений, есть возможность добавить расходный материал. Для этого добавляем наименование и словаря с нормами внесения. Таким образом, пользователь сможет отследить, сколько ресурсов внесено относительно обработанной площади. Это один из косвенных показателей учета посевного материала, СЗР и удобрений. В системе есть возможность указать смещение прицепного оборудования относительно Центра транспортного средства для более точного подсчета. Вся внесенная информация отображается в отчетах по полевым работам. При этом выборку по периодам можно настроить вручную, например, за год. В журнале работ можно настроить отчет и фильтрацию по любому из полей – по культурам или водителям. Полученный отчет можно выгрузить в файл. Переходим к контролю и учету топлива. В этом блоке можно отследить расхождение выдачи топлива. Для этого строится отчет, в котором сверяется количество выданного топлива на заправке и попавшего в бак. Система синхронизирована с топливными картами. В ней предусмотрен анализатор сливов. При этом модуль позволяет строить и контролировать маршрут не только сельскохозяйственной техники, но и грузового транспорта. Продолжение следует...